Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами продолжаем сборы в роддом, и сегодня я вам буду показывать, что я беру с собой в свою сумку. В сумку, которая мне потребуется во время дородового периода, как раз таки в роддоме, в родильном зале, и после того, как родится малыш, и уже в постродовом периоде восстановлении, все те вещи, которые мне понадобятся, ну сколько там, 3-4 дня, которые мы проведем, в роддоме, все это сегодня я буду вам показывать. Это мои вторые роды, и свои сумки в роддом, как для малыша, так и для себя, я собираю, во-первых, исходя из того списка, который дает роддом, и который они рекомендуют учесть в сборах своих вещей, это первое, и второе, это мой личный опыт первых родов, потому что в сумку в прошлый раз я брала очень-очень много всего, по крайней мере мне так казалось, плюс ко всему у нас были партнерские роды с моим мужем, поэтому и его вещи также добавлялись в эти сумки, и, конечно же, когда ты впервые собираешься в роддом, ты не знаешь, как дела пойдут, все ли будет в порядке, не будет ли каких-то неожиданностей, как будет реагировать твой организм, как ты будешь проходить восстановление после родов, и так далее, и так далее, и поэтому вот у меня вот прям все было вот в большом-большом количестве, и в целом я из тех людей, которые лучше возьмут больше, нежели чем меньше, и опять же, по вашим комментариям к сумке для малыша, я уже немного устала отвечать на вопросы, почему же я беру так много, поскольку даже сейчас, уже имея опыт и кое-какие вещи, исключив из своего списка, например, для сумки новорожденного малыша, все равно от некоторых из вас я получаю комментарии, господи, сколько же много нужно, ты слишком много всего берешь, я когда рожала, я вообще взяла только один памперс, я когда рожала, мне нужен был только мой ребенок и любовь, и все, больше ничего, и, в общем, я сижу и думаю, господи, подруги мои дорогие, во-первых, больше это не меньше, больше это всегда хорошо, потому что, ну, раз уж не пригодится, да, господи, прекрасно, настирано, подготовлено, я привезу домой, или, точнее сказать, муж мой привезет домой, ну, кстати говоря, во время родов, зачем тогда муж тебе еще и нужен? Поддержка и сумки таскать. И буду пользоваться дома, это раз, и второе, я уже писала вам, подруги, ну, не гранаты же я туда пихаю в эти сумки, не взрывчатки, которые, знаете, вот одна из них, вот, просто рандомно будет взрываться, и мы не знаем, которая из них, ну, камон, серьезно, давайте так, я делаю свой чек-лист, исходя из того, что мне комфортно, мне удобно, мне нужно, и моему ребенку нужно, а вы делаете свой чек-лист, собираете свою сумку, исходя из того, что вам комфортно, вам нужно, и что понадобится вашему ребенку. И если даже вам понадобится одна маечка, одна зубная щеточка, и один паперс, да это же великолепно. Пожалуйста, давайте, мы в комментариях не будем ахать и охать по поводу того, что вот сколько всего, и как же это все можно позволить. Стоп. Мы, в общем, каждая, смотрим, включаем голову, делаем свои выводы, и берем только то, что пригодится нам. Окей? Все. Долгое мое вот это вот вступление. Все. Я заканчиваю. И приступаю к сумкам. И буду показывать вам, что же я беру с собой в роддом. Как я уже сказала, на опыте некоторые вещи я исключила, и в этот раз у меня действительно сумок меньше. Одно из обстоятельств, которое, конечно же, влияет на тот факт, почему сумок меньше, это то, что здесь практически нет вещей для моего мужа. У нас будут партнерские роды. Несмотря на пандемию и так далее, Рижский роддом позволяет партнерские роды. Там есть свои нюансы, конечно же, тест на ковид и так далее, и так далее. Но мой муж присутствует на моих родах, и все практически остальное время, в том числе и ночевать, он будет дома вместе с нашим двухлетним сыном Рэмом. То есть я представляю этот процесс таким образом, что он ночует дома, утреннее и первую часть дня до дневного сна проводит дома с сыном, укладывает его спать и приезжает к нам с малышом в роддом. И в роддоме проводит время, ну, буквально там, не знаю, приезжает домой за час до того, как уложить ребенка, чтобы его искупать, почитать с ним книжечку, уложить его спать и самому отдыхать. Все остальное время с ребенком будет находиться здесь дома моя мама. Она тоже берет двухнедельный отпуск. Ну и в целом вот эти 3-4 дня, пока я буду в роддоме, мы таким вот образом будем туда-сюда путешествовать. Точнее сказать, мой муж будет путешествовать. Поэтому для него буквально тут 1-2 вещи, не более того. В роддоме мы планируем брать семейную частную палату, то есть чтобы в палате помимо нас не было никого. И, следовательно, большую часть времени в этой палате я буду находиться вдвоем с малышом. Поэтому преимущественно здесь только мои вещи. Беру с собой две сумки. Первая сумка для себя. Это вот эта моя сумка. Кто будет спрашивать, что это за сумки? Первая. Это моя старая-старая любимая сумка для путешествий недолгих. Это сумка Gucci, которую я покупала, вот действительно уже, я не знаю, ну лет, наверное, ой, боюсь соврать, ну что-то типа 8-9 лет назад, и она до сих пор в идеальном состоянии. И я, в общем, ей продолжаю пользоваться. Вторая сумка, это будет мой рюкзак. Это рюкзак компании Tiba & Marl, или Tiba Plus Marl. Это рюкзак для подгузников, для малыша, который я заказывала на сайте торгового центра Selfridges, который находится в Лондоне. И этой сумкой мы вот пользуемся уже почти два с половиной года для прогулок, поездок и так далее. Вот сюда мы, как правило, складываем вещи ребенка, потому что это diaper bag, то есть это сумка для подгузников. Качество тоже великолепное, крутое, и я, в общем, буду брать ее с собой, как вторую сумку, в которую также буду складывать вещи. Я, конечно же, составила здесь чек-лист. Этот чек-лист я оставлю в описании видеоролика для вас, для того, чтобы и вам было легче проверить список того, что я беру с собой, сравнить его со своим, и, может быть, что-то убавить, может быть, что-то добавить, ну, или, в принципе, использовать его, ну, как вот дополнительную помощь в сборах ваших сумок. И первое в моей сумке, что я беру с собой, это моя косметичка. Вот такая вот прекрасная косметичка компании Elodie. Ее я уже вам показывала, ей я пользуюсь, в принципе, ежедневно. Это моя основная косметичка, в которой, как правило, находится весь мой уход, и все те средства, которыми я пользуюсь ежедневно. Здесь в первую очередь все необходимые предметы гигиены, такие как зубная щетка, зубная паста и так далее. Для увлажнения кожи я вот беру клиник-маску, потом у меня здесь клиник-крем. Именно такого плана маску, которая наносится в виде такого плотного крема на ночь, я беру осознанно, поскольку я не хочу брать тканевые маски, разбираться там с их упаковками, потом утилизация этих масок и так далее, и так далее. Умывашка, тоник, это пикси с гликолевой кислотой, дезодорант. Вспоминая первый мой визит в роддом, я понимаю, что обязательно мне нужны гигиенички. Потом у меня здесь крем для глаз, это тоже клиник. Этот крем для глаз, он в виде геля, вот с таким вот металлическим наконечником. И помню, как я отекала, и опять же, как было мне жарко в роддоме, эта штука будет хорошо массировать зону под глазами, и хотя бы немного, я надеюсь, убирать мои отеки. Ну и также сюда я положила ватные диски, еще какие-то мелочи, которые могут понадобиться мне вот именно в таком самом-самом основном уходе за собой как раз-таки эти 3-4 дня. Что касается косметики. Косметику беру с собой в минимальном количестве, просто чтобы, ну, для съемки видеовлогов или фотографий сравнять цвет лица. То есть первое я беру вот такой вот флюид от Charlotte Tilbury, потом у меня пудра от Hourglass и также от MAC. У меня здесь есть контур. Также еще есть расческа, потом заколки, какие-то там резинки. То есть я предполагаю, что с распущенными волосами я максимум буду только вот когда поступлю в роддом. пока дома буду проживать свои схватки. Я думаю, хватит у меня энергии помыть волосы, их высушить, уложить, ну и красиво явиться в роддом. Потом это будет пучок, расческа, что еще, резинки и все. На большее, я думаю, я не буду способна. Из одежды подружки я беру с собой вот такую вот безумно красивую шелковую пижаму от Intimissimi. То есть это просто пижама, халатик, который, ну, такой полудлинный. И под этим халатом у меня штаны. Я думаю, что эту пижаму я одену вот прям как только поступлю в роддом. И в этой пижаме я останусь, в принципе, все время. Понятное дело, на время родов штаны будут сниматься, потому что в штанах рожать, понятное дело, ну, как бы не очень. Вот. Останется на мне сам халат, который очень удобно расстегнуть, потому что он только на завязке, на поясе. И, в общем, он шелковый. Я сейчас по своему состоянию кожи, по ощущениям, по своим каким-то вот, не знаю, вот, желаниям, я понимаю, что мне нужно очень вот такой вот скользящий, мягкий материал, как шелк, который будет практически неощутим на моей коже. Под этим халатом у меня будет просто топик в виде бюстгальтера для кормления, ну, типа Меделла. Вот. И не более того, больше мне ничего не нужно. И потом уже, как я уже сказала, после родов я просто буду его накидывать. Если мне нужно куда-то отправиться, там, на процедуры, одеваю штаны, и, в общем, так я проведу свое время в роддоме. В прошлый раз я брала, там, три, по-моему, или две пижамы. У меня были, там, комплекты одежды на выписку и так далее. Все это было лишним. Сейчас я понимаю, что мне все это не надо. Значит, здесь у меня пижамы. Что касается одежды, отправляться домой я буду ровно в той одежде, в которой я приеду в роддом. То есть, скорее всего, это будет просто какая-нибудь льняная рубашка, леггинсы, кроссовки, и все, больше ничего. Потом из одежды я еще с собой беру комплект из семи пар обычных белых коротких носочков. Это носки от H&M. Потом на время родов у меня компрессионные чулки. Их в прошлый раз мне покупал муж. Я была приблизительно такого же веса, как сейчас, поэтому уверена, что эти компрессионные чулки также мне подойдут. И одно из самых интересных это, конечно же, белье, которым мы пользуемся после родов. Здесь у меня есть несколько вариантов бюстгальтеров. Первый вариант бюстгальтера сейчас на мне это Моделла. Он больше как спортивный такой топик, очень удобный, классный, без косточек, действительно очень классный. Его, я думаю, буду надевать на себя вот прям, когда пойду в роддом. Второе, здесь у меня Эмма и Джейн. Этот бюстгальтер тоже для кормления, и он с косточками. Его я ношу на самом деле всю беременность, просто потому что, ну, молока еще нет, косточки не мешают, и этот бюстгальтер, он действительно очень хорошо держит форму, и он в целом очень удобный и классный, ну, комфортный как раз таки для груди, который становится все больше и больше во время беременности. Потом уже, когда поступит молоко, из-за косточек, я думаю, что этот бюстгальтер я сменю на ту же Моделлу, и также, если помните, в прошлую беременность я рассказывала о том, что я с большим удовольствием носила бюстгальтеры из магазина Линдекс. Он есть в Европе, в Риге, я думаю, что парочку бюстгальтеров я тоже еще прикуплю, но в целом, в основном, это будет Эмма Джейн и Моделла. Потом, самый секси предмет моего гардероба в моей сумке, это, конечно же, подгузнички. Подруги, уж извиняйте, но, как есть, я поняла по прошлому разу, что для меня после родов подгузники это мое все. То есть, это взрослые подгузники с очень удобным поясом, очень хорошо впитывают все флюиды, которые из нас поступают после родов. И в целом, я поняла, что никакие прокладки, никакие вот эти специальные тоненькие, знаете, вот такие вот, как сеточка или марлечка, вот эти трусики, которые у тебя в попу вбиваются и в калачик забиваются, они мне не подошли. Вот эти подгузники это мое все. Я, конечно же, понимаю, что это не самый экономный, дешевый вариант, потому что каждые два часа минимум нужно их менять. Каждый раз, когда ты отправляешься в туалет, нужно это все дело менять на новое. И одна упаковка у нас, например, в Риге стоит от 10 до 13 евро и в упаковке 10 подгузников. И получается, что в день ты тратишь их действительно огромное количество. Но, вспоминая ужасы восстановления прошлых родов, после прошлых родов, я понимаю, что, ну, как бы сори, ничего другого мне не нужно в жизни. И это единственное, что меня спасало и помогало мне чувствовать себя хоть как-то комфортно. Поэтому для меня после родов вот в качестве нижнего белья это обязательно подгузники. Ничего другого, никакие прокладки. Опять же, учитывая то, что кровотечение у меня продолжалось достаточно долго. Недели 3-4, наверное, это все дело точно у меня было. Плюс ко всему у меня швы воспалялись. И, ну, вот все 6 недель восстановления для меня были действительно кошмарными. Собой, пока я беру одну упаковку, в роддоме у нас внизу есть аптека, ну, там можно будет докупить. И также, если говорить о восстановлении после родов, как раз-таки внизу, где может быть, могут быть разрывы, швы и так далее, и так далее, есть такая штука, как Silver Spray. Я в прошлый раз и на Амазоне заказывала всякие разные там спреи типа Эка, Шмека и так далее, которые вот как раз-таки предназначены для мамочек там для восстановления более легкого. Но по итогу я поняла, что ничто лучше не помогает, как вот этот спрей. Здесь в составе у него гиалуроновая кислота, серебро, то есть он работает как антисептик, он имеет холодящий эффект, он очень хорошо помогает, просто помогает оставаться там внизу свежий, чистый, чтобы не заводились ненужные бактерии и в целом вот этот Silver Spray он мне в прошлый раз сильно-сильно помогал. Пользовалась им очень много, банок я не знаю сколько я скупила, ну просто потому, что долго восстанавливалась, но я поняла, что в этот раз я покупаю только вот этот препарат, это средство и все, больше ничего я там из всех вот этих вот супер-пупер-средств для мамчика покупать не буду, потому что, ну я поняла, что смысла особого нет. Что касается моей груди, это, конечно, крем Purilan от Меделлы, то есть это для сосков, сразу сходу буду им пользоваться для того, чтобы мои соски, они уж так сильно не болели, чтобы не было трещин и чтобы они не воспалялись, потому что первые две недели кормления это очень больно, по крайней мере, для меня и без вот этого Purilan практически невозможно, поэтому для меня это must have. Также на всякий случай я беру с собой 10 пар, по-моему, это в каждой упаковке парочка прокладок для груди, это на случай, если поступит молоко, в моем арсенале появилась вот такая вот новая крутая штука. Сейчас покажу, что это такое. Вот такая вот силиконовая бутылочка называется Хака. В прошлый раз не пользовалась ей, знала про нее, но в этот раз решила попробовать. Я знаю, что многие мамочки берут с собой в роддом молокоотсосы, но я на самом деле опять же по своему опыту понимаю, что скорее всего мне он не понадобится и плюс ко всему ну как бы не хочется сразу включать молокоотсос. В прошлый раз я его купила буквально неделю после родов, просто потому, что у меня начался лактостаз. Значит, как она используется? Во-первых, это силиконовая вот такая вот штучка, которая надевается на свободную грудь, которой мама не кормит ребенка. Грубо говоря, если я кормлю этой грудью, хаку я беру вот таким вот образом, сжимаю, прикладываю к груди, отпускаю, и она при помощи вакуума просто пристает к моей груди и остается на груди. Можно еще ее, чтобы грудь поместить поглубже, вот так вот отвернуть, так же сжать, приложить, создать вакуум и потом отвернуть обратно, и грудь просто поместится немного глубже. Для чего это делается? Это просто для того, чтобы поймать все то молочко, которое может вытекать из свободной груди. И таким образом мы его ловим, оно здесь собирается, потом я его отправляю в пакетики для хранения грудного молока и отправляю в морозилку для ребенка, для будущих использований, например, с бутылочкой. И таким образом каждая капля драгоценного молока, особенно первого молочка, который придет в роддоме, она будет сохранена. Не знаю, как эта штука будет работать, ей еще не пользовалась, но очень хорошие отзывы, и я буду пробовать. Есть там разные формы ее, чтобы там, например, плоская, чтобы малыш ножкой, например, ее не сбил. Есть еще, я покажу потом уже, когда буду пользоваться, при помощи резиночки можно прицепить ее к бюстгальтеру, чтобы она оставалась, и даже если ребенок собьет, она не упала и не разлилось, это молоко. Короче, по ходу пьесы, по ходу использования будем смотреть, но я на всякий случай ее возьму с собой в роддом, чтобы постимулировать молоко, которое должно прийти. Особенно, потому что мы не знаем, как пойдут мои роды, может быть, меня будут стимулировать, не дай Боже, кесарево, но, короче, эту штуку я на всякий случай беру с собой. Я взяла вот такой вариант, их несколько, которые на присоске, то есть, ты когда уже ее сняла, на стол поставила, она присосалась, дабы это все дело не разлить, потому что каждая мама, которая хоть когда-то сцеживалась, она знает, что есть истории, когда вот это все дело опрокидывается, и твое драгоценное молоко, оно просто разливается, и до слез просто обидно. Так что, вот эту штуку будем пробовать, пакеты тоже беру с собой, ну, если в роддоме не пригодится, ничего страшного, как я уже сказала, буду пользоваться тогда дома. И еще одна абсолютная необходимость, которую я пользовалась в прошлый раз, в том числе, это вот такая вот портативная бидета. Я в этот раз купила новую, предыдущую у меня осталась в Санкт-Петербурге, вот эта штука просто также спаситель мой была в родах, вернее, после прошлых родов, когда у меня были швы, когда это все дело у меня жутко-жутко после эпизиотомии болело, и я не могла просто даже в туалет сходить. То есть, что здесь происходит? Мы набираем прохладную водичку, комфортную для собственного тела, и в тот момент, когда мы ходим в туалет, мы просто одновременно с мочеиспусканием льем водичку в ответственные места для того, чтобы это все дело не щипало и не создавало дополнительный дискомфорт и боли. Я вам скажу, это просто нужная вещь, которая, ну, мне кажется, должна быть в сумке в роддом каждой мамы. Конечно, можно использовать там какую-то пластмассовую бутылочку, любую. Короче, используйте все, что хотите. Я просто взяла по назначению, на Амазоне заказала вот эту портативную бидету, которая как раз-таки для этих целей предназначена. И это просто лучшее, что мне кажется, может быть. Потом с собой я беру четыре пакета для грязного белья, то есть это для детских вещей, которые ребенок запачкает, для моих каких-то вещей. В случае, если что-то еще будет необходимо, Арс привезет из дома и, опять же, испачканная сможет сюда поместить и отвезти домой. И, как я уже сказала, исходя из того, что он будет ночевать дома и каждый день будет ездить туда и обратно, то вот эти пакеты, они без проблем будут отправляться домой в стирку и они не будут стоять, ну, грубо говоря, пахнуть в моей палате, в роддоме, и Арс сможет это все отвезти домой. Поэтому четыре пакета обязательно для использованных вещей. Также в сумку свою я кладу полотенце обязательно. И да, что касается геля для душа, лосьона и так далее, я отдельно себе его брать не буду, я буду пользоваться теми средствами, которые я беру для новорожденного, то есть это наши средства от Мустелла. Если еще говорить про душ и про передвижение в роддоме, то я возьму с собой две пары тапочек. Первая это для Арса и вторая пара тапочек для меня. В этот раз я беру только одну, в прошлый раз были две пары, одна для палаты, другая для выхода из палаты, а может еще и третья была для душа, я уже не помню. Короче, в этот раз я взяла вот такие вот тапки, которые я покупала в Ойша. Эти тапки, они резиновые, очень удобные, поскольку, во-первых, ими можно пользоваться и в палате, и в душе, и также можно выходить из палаты, если нужно отправиться по каким-то процедурам, там, регистрацию ребенка и так далее. Вернувшись, я могу просто их сполоснуть и все, как бы они могут быть использованы и внутри палаты. Плюс ко всему, здесь есть застежка и регулировка, что позволит мне эти тапки одевать и на голую ногу, и с носком, если ноги будут отекать, я смогу отрегулировать. Короче, очень удобные резиновые тапки на все случаи в жизни, и поэтому беру только одну пару. Также после родов очень важная история, это бандаж. В прошлый раз, когда я родила, у меня было ощущение, что у меня вывалится вот все из моего живота, и органы вообще на месте не держатся. Поэтому в этот раз я возьму с собой несколько бандажей, которые я уже буду выбирать по ситуации. Первый бандаж это вот такой вот Эмма и Джейн, бандаж в виде вот такой вот истории, когда у тебя два в одном бандаж, после родовой, и трусики. Вот так вот это выглядит бандаж на живот. Здесь спереди молния, что мне кажется очень-очень удобно, и внизу трусики, которые расстегиваются. Тоже очень удобно для походов в туалет. Этот бандаж, на самом деле, считается одним из лучших в мире после Кесарева. Вот, если в случае, со мной случится история Кесарева, то этот бандаж, он будет обязателен к использованию. Если не Кесарева, то этот бандаж я буду одевать уже после шести недель, когда уже полное восстановление будет пройдено, когда уже кровотечение остановится, и мне просто нужно будет держать свой живот, свои мышцы, свои органы в одном месте. Вот тогда я буду пользоваться этим бандажом. Во всех других случаях у меня есть мой бандаж от компании, как он назывался-то, господи, Waste Shop, и мне пользовалось в прошлый раз после родов очень крутой бандаж, дышащий, видите, он перфорированный, и здесь есть регулировка того, насколько он сильно затягивается. То есть, это все зависит от того, какой размер будет моего живота после родов. Ну и также у меня есть бандаж, который я покупала на Амазоне в прошлый раз, вот такой вот из трех частей, то есть, он предназначен как раз-таки после родов. Пользовалась им классный бандаж, он, скажем, его минус в том, что он неудобный, потому что вот три эти части, и они могут там задираться туда-сюда, но в целом очень хороший бандаж, я его оставила, сохранила, и думаю, что им тоже буду в этот раз пользоваться. Потом из экстр, которые я беру с собой, это вот такой вот портативный вентилятор, подруги. Этот портативный вентилятор, он просто спасает меня и сейчас, потому что мне жутко жарко, но в целом вспоминая роддом, как там было жарко в прошлый раз, я понимаю, что это тоже очень нужная вещь, да и в родах тоже там было жарко, поэтому я возьму его с собой, в случае, если мне нужно будет, чтобы подул мне что-то на лицо и чувствовать себя более комфортно. И также, если про комфорт и кайф, я возьму с собой вот такое вот эфирное масло от Stadler Form. Это масло из серии Relax, в составе у него кедровое дерево, цитрус, лаванда и запах просто волшебный, просто восхитительный. Я на Амазоне закажу, наверное, себе вот специальную штучку, которая распыляет это все дело, потому что моя осталась в Санкт-Петербурге, но в любом случае это вот будет для моего удовольствия, для того, чтобы в палате всегда хорошо пахло и чтобы было приятно там находиться. Опять же, подружки, кто считает, что это просто кошмар и это не нужно брать в роддом, не берите. Я беру это для себя. Исключительно. И что еще у нас по списку? Давайте проделемся, что я еще здесь не упомянула, потому что, понятное дело, сложила я сюда пока еще не все. Значит, из тех вещей, которые я еще не упомянула. Нам еще может понадобиться комплект для родов. Это такой комплект, в который ходят вот такие вот, знаете, зеленые вот все эти материалы хирургические. Этот комплект продается у нас в аптеках, но сейчас в списке роддома я его не видела, поэтому предполагаю, что он, наверное, не обязателен. Также в свою косметичку я положу глицериновые свечи. Это очень для меня лично необходимая вещь, как и для любой роженицы, которая может помочь в первый раз сходить в туалет по-большому. особенно после кесарева есть такая история, что сходить в туалет по-большому это прям страшно, больно, но сделать нужно для того, чтобы в роддоме доктора видели, что с вами все в порядке, все функционирует ровно так же, как и мочеиспускание, поэтому для меня лично глицериновые свечки они обязательны. Наверное, можно еще там клизмы использовать, такие как микролакс, но лично для меня вот как раз-таки глицерин, он более мягкий, работает ровно так же и не создает никакого раздражения, никакого дискомфорта. Потом, что я еще обязательно кладу вот в этот свой рюкзак, то есть я беру с собой провода зарядки для телефона, компьютера, камеры, плюс к всему, конечно же, беру камеру для того, чтобы писать для вас влоги все дни, пока я буду находиться в роддоме, возьму с собой компьютер, чтобы, ну, в свободные минуты можно было монтировать видеоролики или, не знаю, смотреть какой-то контент и отдыхать. Потом, конечно же, сам телефон и туда я еще положу все необходимые документы, то есть это обменная карта, это, не знаю, там папка моя по беременности, мои документы, в смысле там паспорт, ID и так далее, и так далее. В общем, все необходимые документы также будут отправлены в этот рюкзак. И еще две вещи положу в этот рюкзак. Небольшой пакетик со снеками, чтобы было чем полакомиться, хотя внизу в роддоме есть на первом этаже магазин. И потом, я думаю, я еще положу сюда штору Blackout. Если помните, я пользуюсь в доме, также вот в детской комнате для своего малыша шторы Blackout от, по-моему, Гро компания называлась. Это просто на присосках Blackout штора, которая вешается на любое окно, в любую поездку, в том числе, и поездка в роддом сгодится для этой вещи. Но это на случай, если в палате моей не будет темных занавесок. А я из тех людей, которые при свете спать не могут. Поэтому я думаю, что штору Blackout я тоже сложу аккуратненько и помещу в свой рюкзак, для того, чтобы мне было комфортно спать. Ну и все, подружки, вот так выглядят мои сумки в роддом. Это все, что я в этот раз запланировала взять с собой в комментариях. Конечно же, конечно же, пишите, что и же я могла еще забыть. Может быть, что-то я еще не взяла. Там какие-то ватные палочки, еще что-нибудь. Короче, пишите. И помните, пожалуйста, что все роддомы разные. Я список составляла относительно того, что выдает мой роддом или что он не выдает. Не просто так я поместила те вещи, которые я поместила. не настаивайте, пожалуйста, что вот в моем роддоме и пеленки выдавали, и одежду выдавали, и то выдавали. Я знаю, что есть роддомы, в которых выдают вот прям все. Ты можешь вот просто так приехать и родить. В моем роддоме в общем такого нет. И мне хочется пользоваться своими вещами, поэтому их я кладу. Но если я все-таки что-то забыла, что-то не упомянула, что-то не учла или по вашему опыту вы знаете, что обязательно нужно взять, пожалуйста, пишите в комментариях. Я уверена, что и мне, и другим будущим мамочкам, которые только-только собираются в роддом, эта информация будет полезна. Ну а мы с вами прощаемся. Увидимся с вами в четверг на этой неделе, и я вам буду рассказывать, как же проходят мои визиты в роддом. В прошлом видеоролике я уже рассказывала о том, что вот буквально закончила запись и отправилась в роддом для того, чтобы встретиться с врачом, который будет принимать мои роды. И у нас две задачи на повестке дня. Первое – отследить рост и вес моего малыша, чтобы понять, нужно ли будет нам стимулироваться до естественного начала родов. Это первое. И второе – разобраться с моим симфизитом. Нам предстоит УЗИ, нам нужно посмотреть, есть ли это симфизит, потому что пока у нас только клинический диагноз. Если он есть, какое расхождение лобковой кости и так далее, и так далее. В общем, у нас с доктором очень много задач и я также буду на этой неделе отправляться на очередной визит и мы будем с этим совсем разбираться. И в следующем своем видеоролике я буду вам докладывать о результатах этих наших визитов, к чему мы пришли, какой у нас план родов и в общем, что мы будем делать. До этого времени я с вами прощаюсь, желаю вам доброго дня и увидимся в следующем моем видеоролике. На этом сегодня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok